И все, привет, ребят, с вами Строманки, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен новой обновленной мете, и сегодня мы с вами будем тестировать новый обновленный ВАСП, посмотрим, что он из себя представляет, возьмем его на очень нестандартном вооружении, возьмем ВАСП от Винца, возьмем такую вот интересную турбокабину, и эту турбокабину возьмем еще и с новым обновленным защитником. Посмотрим, что у нас получится в плане реализации ее, запикаемся также в режим штурма за атаку, ну а вы не забывайте, конечно же, поддерживать данный видос лайком, если вам нравятся подобного рода видосы, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу в настройках игры, в аккаунтике можно его найти, оформляете вот сюда тимпшечку, розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, оформляете покупочку, заходите в описании, заполняете форму, и участвуйте в этом замечательном розыгрыше, ну а я пикаю штурм, попробую реализовать эту безумнейшую торпеду, и посмотрим, как работает новая обновленная бомба ВАСПа, которая по идее, по идее, должна быть очень и очень неплохой, ну и также новый обновленный защитник, я уже на нем записал видос, который сейвит очень неплохо, возможно как раз таки отлично будет сочетаться с этим ВАСПиком, будет меня сейвить, и я буду за счет него делать дополнительные доставочки, также в моменте можно будет, наверное, даже взять ВАСПа тяжелого, чтобы, если что, проходить сквозь типов, ну сейчас посмотрим, запинят меня в катку, если вдруг будет необходимость, и типы будет жестко плотно дефить, то тогда мы сможем взять и ВАСПа тяжелого под эту интересную комбинацию, так, главное, чтобы это был штурм за атаку, потому что иначе мне придется ставить видос на паузу, и уже пикать в катке, чтобы запикаться за атаку, потому что меня кидает за деф, ну давайте быстро попробуем, может быть, меня все-таки перекинет, потому что, ну, меня кинул за деф в катке, где мы выигрываем прям вообще в легкую, по идее, в этом бою мне должно было кидать за атаку, потому что противник с атаки выходит, но меня по итогу кинуло за деф, интересно, очень интересно, давайте я, наверное, поставлю видос на паузу, ну и как только меня закинет, мы вместе с вами продолжим. Спустя 40 тысяч лет меня закидывают, наконец-таки, в штурм за атаку, я запикался, наверное, в 5 или 6 боев за деф, ну и за одну каточку была за атаку, но там был стадион, на котором на ВАСПа Твинс, и у меня вообще не будет никакого шанса на реализацию, ну и теперь ждем, пока появятся флаги, я буду пробовать реализовывать эту кабину, Твинс у нас, кстати, тоже немножко поменялся в балансе, теперь у нас, если я не ошибаюсь, критов наносит этот Твинс меньше, но, в принципе, особо сильно это не влияет ни на что, как будто облегчение произошло у ВАСПа, так, и у нас есть подава, которая, наверное, мне особо сильно здесь не нужна, сейчас попробуем, посмотрим, пока что останемся на ней, если что, потом переоденемся, если противник будет у нас дефить, возьмем что-нибудь другое, будем пробовать реализовывать. Наша задача, как возить, так и просто стараться накидывать как можно больше урона, плюс раздавать вкусные бомбочки, я думаю, что эта торпеда с этими задачами может спокойно справиться, при том, что Твинс отлично подходит к легкому корпусу, но защитник как раз-таки лучше всего работает именно на этих легких корпусах, он еще и новый обновленный. Так, со мной здесь здороваются, поэтому пишем привет, ну и у меня уже так быстро появляется бомбочка, 4 доставки наши тиммейты уже оформляют, я в свою очередь попытаюсь сделать здесь какой-то увозинг вкусный, ставлю бомбочку вот сюда, и доставка есть, а бомба? А бомба как-то, ну, слабовато, если честно, наносит урончик, слабовато. Я думал, что там радиус плюс 10 метровый будет намного сильнее чувствоваться и намного лучше себя показывать, да? На бумаге, по крайней мере, это должно было быть намного-намного интереснее и жестче. Пока что первая бомбочка оказалась не супер такой жесткой и не супер крутой, как будто ничего, если честно, и даже не произошло. У меня как будто облегчение новоспены, у меня ВАСП с подавлением. Как так легко переворачивается мой корпус, я, если честно, особо сильно даже не понимаю. Так, ну ладно, у нас уже 8 доставок, очень быстро уносим здесь противника, поэтому есть шанс, что мы сейчас пойдем еще вместе с вами пикать еще одну каточку. Уносим одного, уносим второго, быстренько, хорошо. Так, ну и теперь можно постоять, попробовать покидать урончик. Постоять здесь от позиции, чуть-чуть хотя бы, да? Да, быстренько попробуем набрать поудик свой, которого у меня уже 75% резисты я в этой катке не менял, хотя можно было бы так же поменять их. Да, но просто стоим на накидочке, защитник сейвит меня очень неплохо. Урона, в принципе, наверное, хватает даже с этим защитником. Плюс есть возможность сейчас еще доставочку сделать, либо... А, нет, на что мы это подбираем? Тогда я попробую бомбочку прожать, попробую влететь. Бомба все так же эффективно, очень круто работает против как раз-таки таких, оп, хорошо, по четверочке. Троечка и четверочка по двоим. Очень... А, даже троих я слил бомбой. Отлично, я еще третьего не заметил. Очень эффективно работает эта комбинация против как раз-таки каких-нибудь титанов, которые ставят куполы, против даже тех же шаров, которые летят. Можно тоже затаймить вкусную бомбочку и шары выключить, поэтому надеюсь, что новая бомбочка будет актуальней. И, возможно, она еще апнется. Возможно, еще апнется, потому что, если честно, ну, не сказать, что прям сильно чувствуется ап ее. Но вот сейчас на троих, когда я зацепил, в принципе, выглядело неплохо. Но насколько большое там расстояние с этого зацепки работает, пока что не особо понятно. Максимально быстрая фулл фаршевая катка получилась у нас. Если учитывать тот факт, что я пикался на нее минут так 12, да, а сыграл за 3 минуты, то вы понимаете, да, насколько тяжело в штурме за атаку попасться и чтобы этот бой был еще актуальны и хорошей. Надеюсь, что меня сейчас с первого раза кинет за атаку. И тогда мы попробуем реализовать. Но комбинация, в принципе, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Да, есть контактик, шикарно, штурм за атаку. Правда, ночной, но перепикивать я уже его точно не буду. Потому что каток в штурме за атаку кидает крайне-крайне мало. По крайней мере, когда я включаю видеоролик. Поэтому будем пробовать реализовывать. Сначала накидывать, конечно, урон, чтобы была возможность получить овердрайв. Ну, а дальше уже будем и доставки делать. И просто стараться выигрывать катачку. Два килочка есть, 30% овердрайва. Очень быстро оверка копится у нас здесь на Воспе. Вот сколько у нас появляется флаг. А, появляется в 14 ровно. Ну, давайте подождем уже. Ехать не будем. В принципе, там, за эти 15 секунд я бы просто доехал бы до вражеского респа. А так смогу быстренько подобрать и, возможно, даже попытаюсь доставить. Потому что начало в штурме за атаку очень многое решает. Если быстро доставлять первые флаги, то есть большая вероятность того, что противник уже потом не соберется. Вот если начало отдавать, то потом могут быть проблемы и никак не сможете вытянуть катку. Поэтому лучше хоть подождать и вот так вот быструю доставочку оформить. Если наши тиммейты, либо еще кто-нибудь доставочку сейчас оформили. Постараюсь чуть пожить. Покидать урона. Нет, у меня все равно забираю тут. Хотя у меня уже появляется бомбочка. Можно было бы, наверное, даже ее успеть прожать. Что-то как-то не затаймил, не посмотрел. Так, еще один мяч. Ой, мяч, говорю, флаг у нас доставляют тиммейтам. Ну и на подборчике давайте пробовать тоже еще одну доставочку оформлять. Еще два тиммейта влетают. Один из двух хотя бы бы доставил, было бы уже неплохо. У меня есть бомбочка. У противника пока что нету здесь овердрайвов. Так, и... Нет, бомба хоть и взрывается, но особо урона не наносит. Плоховато, плоховато. Я думаю, что в Аспу надо радиус больше делать. То есть то, что там сейчас 40 метров сделали, это все равно мало. Да, хоть это и ап, да, хоть это и какой-то дополнительный буст, но все равно по ощущениям даже в таком виде бомба... Но она чересчур читаемая. Три секунды на то, чтобы отъехать, это супер много. Это очень много времени для отъезда, и ты не можешь просто взять и слить. Да, как, например, на том же подрывнике. Да, ты можешь просто подрывник взять, и то он будет работать лучше, чем в Аспа-бомба. Потому что от Васпы-бомбы все уезжают. Единственное, как я сказал, где можно эффективно ее использовать, это когда ты прожимаешь ее в купол титана. Да, тогда ты выключаешь титаны, типов, которые стоят под куполом, и то они могут даже в теории успеть уехать и разъехаться, чтобы не получить урон. Даже такое может произойти. Так, ну ладно, мы летим через мост. Защитник, к слову, очень неплохо держит. Очень неплохо держит. Критов крайне мало стало над Винсия с Пульсаром. Этот нерв чувствуется. И чувствуется тоже. Ну так, противненько, противненько, противненько. Но мы не отчаиваемся, мы не расстраиваемся. Пробуем ехать дальше. В принципе, эту комбинацию я хотел реализовать еще в предыдущем обновлении защитника. Но, к сожалению, у меня не получилось этого сделать. А вот доставочку, доставочку сделать получилось. Бомбочку тоже дополнительно ставлю. Моя бомба первая, взрывает вражескую бомбу. Ну а меня? Кто-то взрывает? Да, меня тоже сливает. Хорошо. Пойдет, пойдет, пойдет. Шесть доставок есть. Надо стараться выигрывать. И выигрывать, конечно же, досрочно. Поэтому наши тиммейты должны возить. Уберел бы... Не брал бы... О, красавчик. Так, попробую сейчас он, наверное, что-то нажать. На бустере играет. По-хорошему было бы, чтобы он первый въехал. Нажал бы свой овердрайв, а потом я уже ворвался под это все дело. И постарался сделать доставку. Нажмет ли? Да, нажимает. Очень жестко нажимает при том. Четко, красиво. Доставочку оформляем. То есть он сыграл чисто на отвлечение противника. Я сыграл вкусную доставочку. Так, там овердрайв падает. Там бы по-хорошему эту оверку вообще бы законтролить, забрать. Дроповая нитра мне очень сильно нужна. ДА-шка тоже откадешивается. А овердрайв... Овердрайв противник у нас забрал. Ох, это вражеский хантер нажимал овердрайв. Я думал, что это наш тиммейт жмет. Такую вкусную паутинку. Оказывается, это противник. Так, ну ладно. Продолжаем пытаться доставлять наш тиммейт. Влетает в доставочку. Красиво. Восьмую доставку наши тиммейты уже делают. Попытаемся еще доставить. Попытаемся еще здесь доставить. Шансы имеются. Тесла здесь мне ничего не сделает. Ну и пока что эта комбинация прям показывает себя мега круто. Да, поставим здесь какую-нибудь такую вот интересную бомбочку на подъемчик, чтобы противничек здесь слился. Ну, по одному хотя бы урончик хороший проходит. По второму только поджег. Так, и наш тиммейт за счет этой бомбочки еще дополнительно ставит флажочек. Шикарно, шикарно, просто шикарно. Что у нас доставочки здесь залетают. Еще и бомбочки чуть саппортятся. Хоть и не так много урона наносят, но больше пугают противника. И здесь на отъезде это очень эффективно сработало. Наш тиммейт доставляет еще один флаг. Четыре доставки у нас остается до победы в этой катке. О, два крита в ряд. Ах, не успел. Защитник все равно сэвит меня очень неплохо. Очень неплохо сэвит меня защитник. Да, я думаю, что если бы я тут был без защитника с лавкачом, то я бы сливался бы намного быстрее. А так я всего лишь 9 раз умер за эту катку. При том, что урон противник наносит, ну, довольно большой. Попробуем просто въехать. Попробуем просто въехать. Так, вас поставят бомбочку. Мы пытаемся накидать урона. Кидаем по одному, кидаем по второму, кидаем по третьему. Наш тиммейт доставку не делает. Блин, если бы ехал бы чисто за ним, можно было бы подобрать его флаг. Успеть. Но, к сожалению, я не успел этого сделать. Сракер через верх наносит мне урон. Я падаю сюда аккуратно вниз. Сделаем вид, что я стал их тиммейтом. И по-быстрому покидаем урончик. Нет, к сожалению, не слили. Ну, пойдет, пойдет, пойдет. Пойдет, 4 доставки нам остается. За 6 минут та же 3 уже доставки остается. Очередная быстрая досрочка. Это очень хорошо для штурма за атаку, когда у вас удается быстро делать досрочки. Во-первых, это победа в карман. Во-вторых, это быстрые звезды. При том, что у нас уже завтра, ну, в момент выхода этого видоса, уже началась эта тема с погоней за звездами. Поэтому можете тоже себе брать на заметку штурм, как режим, в котором можно делать досрочки. Единственная проблема, что здесь за атаку кидает крайне-крайне редко. По крайней мере, меня. Но комбинация показала себя мега-мега круто. Васпа, Твинс, защитник, новый, обновленный, полностью комплект. Полностью новый обновленный комплект. Что Васпа обновился в лучшую сторону, Твинс обновился в худшую сторону, и защитник в лучшую сторону. Но Твинс, я бы сказал, что особо сильно даже и не чувствуется. Бывают там моменты, когда прям реально крит не летит, но бывают и там 2 крита, и 3 крита за маленький промежуток времени залетает. И вот такую вот интересную торпедочку можно реализовывать. Пишите, что вы думаете по поводу этого сочетания. Пишите, что вы думаете по поводу Васпа, нового, обновленного. Ну и также, конечно же, поддержите данный дослайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok